МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Таиндинском округе, Архариинском и Сковородинском районах вакцинация идет прежними темпами. Остальные территории демонстрируют рост. На 20% количество привитых увеличилось в Зее и почти настолько же в Зейском районе. В Таиндинском районе прирост составил 19%. Губернатор Амурской области отметил необходимость наращивать набранные темпы вакцинации. Из-за роста заболеваемости COVID-19 в правительстве России предложили ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Инициативу для принятия окончательного решения звучит президенту Владимиру Путину. Между тем, по данным федерального сайта СтопКоронавирус.РФ, в сентябре этого года в области ежедневно регистрировалось около 120 заболевших коронавирусом. В октябре выявляется 130 инфицированных и выше. Напомним, в целях снижения распространения коронавируса с 18 октября в Благовещенске введена система QR-кодов. Теперь при посещении заведений общепита амурчане должны предъявить один из трех документов – QR-код о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест, справку о перенесенном не более шести месяцев назад COVID-19. В правительстве Амурской области масштабные кадровые изменения. Губернатор Василий Орлов принял решение о назначении новых руководителей министерств. Заместителем председателя регионального правительства, министром сельского хозяйства назначат Олега Туркова. Зампредом правительства и министром лесного хозяйства и пожарной безопасности назначен Алексей Севастьянов. Зампредом, который будет курировать сразу два министерства – экономического развития внешних связей и цифрового развития связи – назначили Павла Пузанова. Александр Нестеренко покидает пост заместителя председателя правительства области. Он станет советником губернатора на общественных началах, будет курировать вопросы сельского хозяйства. В Москве задержали заместителя генерального директора ЦНКИ по экономике и финансам. Мурата Арустамова подозревают в получении взятки за финансирование работ по строительству жилья для космодрома «Восточный». Уголовное дело против него возбудил следственный отдел Амурского управления ФСБ. Об этом и многом другом мы расскажем в вечерних выпусках новостей. Первый смотрите в 18.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова